Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за это удивительное собрание. Мы благодарим Тебя, Господь, за все обеспечение, духовное благодать и прощение, милость и исцеление. Благослови изобильно сейчас это слово, благодарим Тебя за песнопение, за те слова, которые мы уже слышали. И подготовь наши сердца для восприятия Твоей природы и созерцания Твоего величия, всемогущества, доверия к Тебе. Восприятие слова не только как сотрясающего атмосферу, но производящего действия в нашей жизни. Славься Бог наш! Во имя Твоего Иисус мы молимся и просим. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня мы раздадим вам новые буклеты от пастора Матти. Этот буклет я назвал... Вообще не разговариваете? Ну, прочитаю эту статью. Чем меньше вы разговариваете или пишете, тем меньше вы попадаете в неприятности, сложности, трудности, проблем. Правильно? Согласны? Да. Какие вы молодцы! Но если вы вообще не разговариваете, то, возможно, вы проблема. М? Непонятно? Понятно. А здорово! Правда написано? Да. И тут мы можем сказать... Да, я не хочу что-то высказать. Это очень интересное было вступление у пастора Алексея. У нас есть ценность, которой мы можем заполнить пустоту. А служение, оно разделено на несколько частей. Это исполнение духом, песнопеяние, вступление. Это восприятие Слова Божьего как основа для нашей жизни и действия. И дискуссия, наше общение, когда мы приглашаемся на то, чтобы задать вопросы. И вот здесь как раз и есть та самая интересная вещь. И я говорю или молчу? Я как-то сомневаюсь, что мы молчим дома. Но мы драгоценности перед Богом. И если мы посмотрим на Псалом 21, 22, 23 стихи, то там говорится очень интересная вещь. И после того, как Иисус принес себя в жертву, Он воскрес, вознесся на небеса. И вот Он стоит в собрании святых, в великом соборе. И Он общается, и мы вместе с ними. И Он на небесах, и Он здесь. Давайте поклопаем. Поэтому мы обучаемся с вами на собрании. И также и быть теми людьми, которые хотят или выяснить, или засвидетельствовать, порадоваться. Вчера, по-моему, я заснул где-то в 10 часов вечера. Был такой день очень насыщенный. Я устал. И вот, думаю, здорово. Ложусь в 10, затем встану очень рано. Я встал в 3 часа. Посмотрел на переводы, на статьи пастора Стивенса. Подумал над Библией. Потом очень интересное событие. В ленте новостей я нашел имя одного ученого. Молодого профессора. Из Великобритании. И зашел на его информационное поле. Прослушал его лекцию. Она была о том, как сегодня в мире наука немножко застряла. И она застряла в том, а что такое сознание. У людей оно есть. У животных – да, тоже есть. У камней. Кто-то говорит, есть. И в его лекции было такое интересное. Почему я так говорю. Когда вынести Бога за скобки своей жизни и своего размышления, будет такая чепуха. Потому что, отрицая Создателя, тем не менее, мы сталкиваемся с тем, что и вот это вот происходит, и то, и другое. Иисус сказал, если вы не будете, если они не будут говорить, то камни заговорят. Я увидел вчера интересный камень в одной сводке новостей. Это крест, который был выбит внутри камня. Люди приходят и поклоняются этому кресту. Почему? Мы с вами, когда пели песни, они все были об Иисусе Христе. Ни одной песни не было о ком-то другом. Почему? Потому что вся Библия, она о нем. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 16-17 стихи. Когда Дух Святой придет, Он наставит вас на всякую истину и прославит Меня, говорит Иисус. Что будет Дух Святой делать в Церкви? Прославлять Иисуса. А не много ли надо? Потому что если человек, христианин, находится в Церкви, и его размышления не структурированы на Иисуса Христа, он даже в христианстве о чем угодно может говорить и молчать. А он является носителем ничего-то, а он является носителем вечной жизни. Он является носителем спасения Иисуса Христа. Это через него Иисус имеет свою дверь для того, чтобы общаться с другими людьми. Еду вчера в автобусе, ну и у меня эти наши открытки, календари. Подхожу к кондуктору, она смотрит на меня. Ну, она видела, как я приложил к валидатору свою карточку. Чего же еще ему нужно от меня? Я ей отдаю наш календарь, говорю, благослови вас Господь, тут есть молитва. Она как посмотрела, и у нее... Вы знаете, она задрожала от того, что... Ну, она не привыкла, чтобы на нее обращали внимание. А здесь человек подходит и дает ей подарок. И вот какие слова она сказала. На вас посмотреть, то вы мешок бойцовский. Какая разница? А говорит, а то, что вы мне дали, это вообще невероятно. И когда она это сказала, то она публично это сказала. Все люди на меня смотрят. Для них я уже не бойцовский мешок. Вот. И я начинаю это раздавать. И такие... Идет преображение. Пожилые люди, они получают. Молодые, они обрадовались, что их не забыли. И так далее. Кстати, еще раз напоминаю. Пускай у вас будут эти календари. Потому что это радость, которую вы имеете и можете передать. Не захочет кто-то ничего страшного. Вы передадите. Но не будьте пустыми. Хорошо? Так что цель, которую мы поставили здесь, в этой церкви, заключается в том, чтобы календари у нас всегда были. И чтобы они обязательно были у вас. И так, возвращаясь к этому молодому профессору, я скажу следующее. Весь ученый мир озадачен колоссальной проблемой. Эта проблема такая, что Вселенная, в которой люди живут, она является чрезвычайно тонко настроенной. Чтобы получилась жизнь, нужно было именно вот такая структура водорода, кислорода, воды и так далее. Кроме того, еще одна вещь, что вот эта все вот так настроенная атмосфера, чтобы мы жили, и определенное положение Земли от Солнца и прочее. Вот у меня передо мной кафедра. Ее легко разобрать на составляющие. А вот молекула водорода. А вот атом. И вокруг него крутится всего лишь там один электрон. И, казалось бы, там были такие маленькие силы должны действовать. Попробуй, разорви. А если у тебя будет 7 килограмм урана, 3 килограмма урана отдельно, ты зацепил, и они ба-бах-то, а соприкоснулись, что будет? Надо как можно быстрее раздвигать и положить свою жизнь, чтобы дальше реакция не шла. Потому что внутренние бомбардировки, которые начинают от избыточной массы происходить, они друг друга вскрывают, и оттуда, из этого ничтожного количества материи происходит такая разрушительная сила. И можно было бы спросить, откуда она там? Откуда? Это же то, что держит электрон около ядра. Если его сбить, он начинает вести себя по-другому. Ну, не все материалы так реагируют, но я хочу сказать, что когда американский космический спускаемый отсек напустился на Луну, вы помните, да, эту картину? Какие у него ножки такие были, длинные. Почему длинные? Потому что считали, так как 3 миллиарда лет существует Луна, то, скорее всего, там пыли много, так? Вот, и он тогда погрузится в эту пыль. А он как стоял, так и стоял, как таракан. И они спустились туда, пыли там вот чуть-чуть. Один вопрос. Если пыль есть под воздействием того, что пыль рядом, почему бы ей не быть спеченной? Не получается. Поэтому всякие-всякие-то теории, там большой взрыв и прочее, такая глупость надуманная. Но вот, когда мы проникаем все дальше и дальше вглубь материи, то мы видим, что даже у электрона, сейчас говорят, есть сознание, у ядра есть сознание. А вот, когда мы читаем Библию, то мы обнаруживаем, Бог, сотворяя этот мир, сказал, да будет свет, и сказал, что это восхитительно, мне это очень нравится. Потом он создает другие тела. И вот он говорит, земле. Кому он говорит? Земля, да произрастив такие-то, такие-то растения. Нам в детстве говорили сказки. Язык похожий. Только сказка – это придуманная. А то, что в Библии говорится, мы обучаемся верить. И обнаруживается то, что все было туда, как сегодня говорилось во вступлении. Он залил туда информацию. Он залил туда силу. Он передал, как должна эта структура Земля действовать, и каким образом оттуда появится эта жизнь. И эта жизнь будет еще и саморазвивающаяся по его законам. И Земля ответила. Да, и стало бы, и произрастила жизнь. Когда Бог создал человека, то Он тоже ему объяснил, что ему делать. И если отвергнуть вот эту часть, то тогда приходим к неразрешаемой проблеме, которую поднимают ученые миры. Эта проблема такая. Если Бог есть, то тогда почему зло есть? А если зло есть, то тогда Бога нет. Потому что тот, который создает, то он должен все создать прекрасно. Оно такое и было прекрасно. Только когда пал человек, зло вошло в человека, а потом стало распространяться на нашей планете. Тем не менее, планета удивительна. Но Бог, зная о том, что все будет у него снова, до того, как он сотворил вообще этот мир, что он сделал? Он принес в жертву своего сына. Это его порядок. Это его задумка. Это ответ на все вопросы. Поэтому, когда мы с вами размышляем о каких-то сложностях, надо не категориями сложностей думать, а категориями решения этих сложностей. И это то, что было сказано в обступлении у пастора Нурлана. Камень победы – это Иисус Христос, это Он победил Голиафа. И камень жизни – это наша жизнь, краеугольный камень. Если вы хотите, чтобы у вас замечательная семья была, молитесь вместе, насыщайтесь Библией, слушайте проповеди. Когда мы слушаем произносимое Слово Божье, то оно нас укрепляет, оно дает нам силы, следовать за этим. Понятно, да? И мне тоже понятно. Это не только вам проповедь, это и мне проповедь. Потому что она меня побуждает к тому, чтобы я прикладывал это Слово в своей жизни. Я доверял Библии тому, что написано во всей этой книге. Энгельс когда-то написал, что Библия есть не что иное, как собрание о представлении бедуинов, которые ходили в древности. И вот они что-то такое запили. Извините. Такие бедуины, что до сих пор восхищаешься тем, что перед ними было открыто. И мы это изучаем предметно. Берем эту удивительную книгу, которая писалась в течение, считайте, двух тысяч лет, тысячи шестисот лет. Мы с вами читаем, и вся она соединяется. И когда мы туда добавляем веру, то в нашей жизни начинают происходить эти удивительные события. И эти события такого плана. Смотрите. Давайте откроем. Бытие, первая глава. 26 стих. Идет шестой день. И сказал Бог, сотворим человека. Как хорошо. Записано, что Он раскрывает себя. Мы, Господь Бог, Элоахим, множественное число. И Он, Единый Бог в трех своих ипостасях. Это Отец, Сын и Дух Святой. Он сотворяет. Кроме того, Он показывает нам это откровение по образу нашему, по подобию нашему. Тот, который мог бы видеть это творение, и это все творение было предназначено для того, чтобы мы с вами, разглядывая его, могли бы увидеть руку Бога. А не то, что видеть, ух ты, как природа здесь это все сотворила. А кто такой господин природа? А кто за ним скрывается? Что это за такой чудесный природа? У которого столько интеллекта и разума и так далее. Это юфемизм или же это попытка заместить для человека ненавистное для сатаны имя Бога. И человек начинает прикладывать там что угодно. Но когда мы с вами доверяем тому, что написано, перед нами раскрывается вся вселенная. мы обнаруживаем, что мы имеем подобие воспринимать окружающий мир не на уровне творения, которое нас окружает. Правда, я хочу здесь сразу же поправиться. Все творение, вся вселенная прославляет Бога. Вся вселенная прославляет Бога. Творения, которые находятся рядом с нами, они понижены в своем интеллекте. Когда Адам был наверху творения, то и другие могли с ним разговаривать. Потому что когда змей заговорил с Евой, то это не было для нее удивительно, какой язык они там применяли, был ли это телепатический, или как сейчас хозяин собачки может разговаривать со своей собакой, глядя на нее, он может понимать, что собака его понимает. У нас профессор говорил в университете, что только не приходите ко мне на экзамен как собаки. мы говорим как это все знаю, все понимаю, хвостиком мотаю, а сказать ничего не могу. Так вот, когда были времена непадшего человека, все творение было на другом уровне. Сейчас мы рассматривая творение, обнаруживаем за этим великую славу Божьей. Когда мы смотрим на, вроде бы, на неживой мир, на Вселенную, все эти планеты, галактики и так далее, и мы верующие говорим, мы видим славу Божью, мы видим силу Божью, мы видим его управление, мы видим, как он все делает, и причем это все так прекрасно, и кроме того, он поместил нас в нужное место. Здорово, правда? Вам нравится это? Вам нравится, что вы видите Вселенную, правда? Млечный путь, нашу галактику, верно? А если вам нравится, то для вашей жизни у Бога есть план, и отдавая ваше время Ему, вы подобие Бога, подобием Бога насыщаетесь. А некто сказал и совершенно правильно, есть всего лишь одна часть нашего тела, кроме мозга, которую мы видим. Знаете, какая часть? Знаете, где вы видите мозг? Глаза. Это продвинутый мозг. Он выдвинутый, там происходят колоссальные вычислительные процессы и так далее. Так вот, когда мы читаем с вами Библию, мы видим ум Бога. Когда Давид, маленький пастух, подросток, пас овец в семье своего отца, и он смотрел на небо, и вдруг у него было желание взять гусли, это струнный инструмент, и он их брал, что-то такое играл, потом начинал произносить слова, эти слова записывал, сейчас мы берем псалты, и читаем, знаете, что мы с вами говорим? Это Слово Божье. То есть, что я хочу сказать, когда мы с вами откликаемся на Слово Божье, я подумал о тех песнях, которые мы поем вселенной, прежде, и так далее, послушайте, этих слов нету в Библии, именно так вот расположено, но эта мысль находится там, когда мы поем, мы поем Библию, мы поем Евангелие, А если вы, если вам делать нечего, да, что вы делаете, если вам делать нечего? Ну, давайте, говорите, говорите, свободно. Смотрю телевизор, еще что, смотрю в потолок, правильно, еще что, читаю Библию, молодец, очень хорошо. Размышляю над Библией не всегда, правда? Не всегда, но давайте признаемся, да? Если вы для себя посмотрите в конце вашего дня рабочего и посмотрите, что вы делали за этот день, у вас там наберется, может быть, часов 16, да? Вот, и вы то-то, то-то, то-то перечислите, а потом посмотрите, а сколько вы думали о Боге и читали Библию, вы будете поражены. День пустой. Если день пустой, то это обозначает, вы не позволили Богу, чтобы Он сознательно вас использовал и вы бы радовались вместе с Ним и кроме того и ваша семья и ваши взаимоотношения с другими людьми были бы наполнены совершенно другой сущностью. Смотрите, бытие первое двадцать шестой мы с вами сказали, что Он сотворил человека. Вторая глава, смотрите, это было во вступлении пастора Нурлана в среду, очень интересная мысль, он говорит следующее, седьмой стих, вторая глава, создал Господь Бог человека из праха земного. Ну, комок материи и вроде бы там у него и руки и ноги и вот прав земной перед ним. Двигается нет еще, программы нет. Видите, как Бог говорит? И Он вдунул, не просто подул. Если вы посмотрите на второй стих, Бытие первая глава, второй стих, и Дух Божий носился над землей, над бездной. Это было то время, когда вкладывалось определенное на иврите, если прочитать, там носился, это также может быть переведено как курица, которая сидит на кладке яиц и передает свое тепло и ощущает ту жизнь, которая внутри. Происходит поток информации, который идет от курицы к кладке яиц. Теперь, беременная женщина, о чем вы говорили, когда дамы, когда вы были беременны? О чем только не говорили, что сейчас говорят? Пойте песни, говорите Евангелие, ваш плод внутри воспринимает это. на как, разве он же еще ничего не понимает? Ничего подобного! Хотите в Библии посмотреть, откройте Евангелие от Луки и посмотрите, Мария пришла к Елисавете, у нее третий месяц, у Елисаветы, по-моему, шестой месяц, и взыграл в утробе Елисаветы будущий Иоанн Креститель, и Мать возрадовалась, и тот встретил Господа, не видя Его. Это невероятно, что это такое? Человек из мира скажет, да ладно, это сказки какие-то, фантазии, мифы и прочее, для нас это реальность, и эта реальность сейчас подтверждается в мире, который может сказать, даже Библия говорит об этом, извините, не даже, а Библия говорит об и мне лучше бы было прислушаться и так. И он вдохнул в лицо человека дыхание жизни и стал человек душою живой. Он стал душою. Тело есть, душа есть, а потом Бог будет заниматься, чтобы у него наполнился дух. Дух тоже есть, но он еще слабо воспринимает Бога. Мы с вами здесь видим очень интересную картину. И когда человек пал, да, это произошло, когда произошло то, что дух у него ожил, из парализованного стал живым, это когда Господь и завершил свою миссию первую на кресте, и умер, и был погребен, и на третий день воскрес, явился к своим ученикам 20 глава Евангелия от Иоанна и вдохнул в них снова этот дух, который заполнил учеников. А в чем суть-то была этого вдохновения? Если вы откроете 20 главу, то вы обнаружите, как Бог, как Отец послал меня, так и я вас посылаю. Заполненность и исполненность духом нас делает совершенно другими людьми. Людьми, которые и понимают Бога, и понимают нужды других людей. И это и в нас появляется колоссальное влечение идти рассказывать это Евангелие другим людям. Поначалу до того, как произошла церковь, она произошла через 50 дней, на день Пятидесятницы, там это было рождение церкви. Дух, который мы принимаем, когда верим в Иисуса Христа, это могущество такое, что Он созидает нас и наше желание поделиться тем, что не молчи, поделиться тем, что у нас есть. Поэтому мы можем записать здесь в завершении несколько очень интересных пунктов. Смотрите. Бог создал первое тело, второе, появилась душа, сознание, третье, это духовная часть. А в духовной части мы наконец-то поняли свое предназначение. И это предназначение заключается в следующем. А, Иеремия, 9 глава, 20 Иеремия. 9 глава, 23-24 стихи. Не хвали мудростью, не хвали богатством, не хвались силою своею, но хвались, что знаешь Бога. Это цель моей жизни. Он вложил. Теперь смотрите, следующая цель Божья через нас. Б. Цель Бога. Цель Его. Через нас. Какая идите, расскажите, научите, крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это наше действие. Итак, познать Бога, действия Бога через нас. И третье, это АВВ. Где Он находится сейчас на небесах? Где Он находится в центре собора, собрания? Что Он делает? Он дает возможность святым и на земле, и на небесах, чтобы была великая хвала. Это цель вечная, хвала. Хвала Господу, правильно, а еще хвала чему? Ефесянам 1 глава 5-6 стихи. Тот, который задумал все еще в вечности в прошлом, Он спас нас. И мы будем находиться с вами в удивительном месте, в месте, где идет вечная хвала благодати Божьей. Это Ефесянам 1-5-6 стихи. Благодатью мы спасены не от дел, чтобы никто не хвалился. Давайте мы никто не хвалимся и дела уберем, потому что там-то точно не будет никакого воспоминания. Я то сделал, а ты не то, а ты еще что-то такое на земле не доделал. Нет, это все время будет большая великая радость, наслаждение Богом, который нас возвратил, который дал нам понимание смысла нашего жизни. Это познавать Его, заполнять нашу пустоту, елеем благодати, елеем Его радости исполнением Духом. Цель Его нести это, потому что радость переполнила учеников Иисуса Христа, когда они находились в горнице. Помните, во второй главе Деяния написано, и они с этой радостью вышли и стали говорить с другими людьми. И они говорили так замечательно на английском языке, на русском и на каком угодно языке, сами удивляясь, что они говорят, те говорили, надо же, галилеяне-то какие продвинутые у нас стали, разговаривают на нашем языке и все время говорят о великих делах Божьих. Какое великое Божье дело? Тот, который умер, человек, он был по благодати возвращен в жизнь на высочайшем уровне и попал в семью Божью. Помните, что хотел от Господа Сатана в 4 главе Евангелия от Матфея? Показал все царства своим. Поклонись. Когда я читал, я-то думал, первый раз, когда я читал, думаю, надо же, какой он тупой. Как это так Иисусу говорить это поклонись? Это извращенное понимание того, кто не знает Христа. А вот наше понимание всегда, каждый день, когда мы воспринимаем этот уровень. Я познаю Тебя, Господь, и у меня есть эта замечательная книга, фантастическая книга Твоих приключений в поисках нас. И, кроме того, у меня есть эта цель, у нас есть эта цель, которой ты призываешь, чтобы ты через нас разговаривал с людьми и благовествовал. И теперь я, имея все это, конечно же, буду славить Тебя и хвалиться Тобою и тем, что знаю Тебя лично. Аминь. Отец наш небесный, мы так благодарны Тебя за эту удивительную тайну, которую ты всегда раскрываешь. Мы благодарим Тебя, Отец, за спасителя, сына Твоего, который уже все совершил еще в вечности, в прошлом, явил в материальное время, и это стоит все время, спасая и спасая людей. Благодарим Тебя за Евангелие, благодарим Тебя за новое сердце, за новый ум, за возможность размышлять и быть совершенно четко укрепленными, потому что мы видим эти свидетельства, и кроме того, мы хотим объяснить тем людям, которые не знают еще и держат Бога за скобкой своей жизни, что Бог живой, что у него все для человека имеется, для любого человека, просвещенного, невежды. Мы благодарны Тебе, Господь, слава Тебе, веди нас, Господь, и объясняй людям, прославься, Бог наш. Может быть, среди тех, кто слушает эту проповедь по интернету, есть человек, который не знает Иисуса Христа, как своего спасителя, и может быть, такие люди есть и в этом зале. Благослови вас, Бог, есть очень простой шаг, который мы умоляем, совершите его, этот шаг. Если вы не знаете, куда пойдет ваша душа после физического расставания с этим миром, то он знает все, он вам это дарует, он дарует вам вечную жизнь, прощение. Принимая Иисуса Христа, как своего спасителя, скажите простые слова. Дорогой Иисус, я грешный человек, прошу тебя, прости мои грехи, спаси меня, подари мне вечную жизнь, научи меня твоему слову, приведи меня в живую церковь, говорящую церковь о твоей славе, о тебе, Господь Иисус, Духом Святым, убеждающую и прославляющую тебя. Прославься, Бог наш. Люби, прощай, укрепляй, назидай, во имя твое, мой Бог и Спаситель, Иисус Христос, я прошу и молюсь. Аминь. Спасибо, благослови вас Бог. Давайте все встанем.